Сегодня будет очень много биомеханика в самый раз. И начнем мы с поколения того, что это уже, собственно, 10 раз сделано. Итак, напоминаю, классический парный плавник будет четверостроен следующему. Поезд в конечности крепится крупный скелетный элемент базария, от него расходятся более мелкие элементы радиолей, и от них уже расходятся плавниковые руки. Между плавниковыми лучами натягивается соединительная наглядка, и вот тут у него плавник рыбы. Примемый плавник также вот так складывается. Мышцы подведены вот так вот под поясы конечностей базария. Работая этими мышцами, можно менять положение плавника, немножко его прокручивать, можно складывать и раскладывать его как-то и в общем-то вот и все. Для движения сквозь заросы такие плавники ничего кроме помехи нет. Теперь смотрим, какие мутанты побеждают при попытке научиться прибегаться по сути. При мутации происходит умножение вот этого скелетного элемента. То есть программа его развития считается не один раз. Это одна базария соединяется с двумя базариями, а теперь в следующий с тремя базариями. И только после этого начинается аждерария. И вот небольшой плавниковый лучший. Президент имеют плавник совершенно новую конструкцию. Да, но обратно все это дело естественно на пояс конечностей. Запомнили, зачем нужны пояса конечностей? А ну-ка давайте поднимайте руки, кто помнит. Зачем нужны скелеты позвоночных, пояса конечностей? Прошу вас. Прошу. Во-первых, прикрепление самой конечности к самому прочному, что есть в теле. А что в теле позвоночника самое прочное? Гости. Какие гости? Что является основой телета у всех позвоночных? Позвоночник. Нормальный позвоночник. Порда на каком этапе жизни? Да, Порда у вас допустим, да. Только на эмбриональном этапе. Сейчас у вас даже следа Порда не осталось. Порда отработала свою задачку. Вокруг участок Порда возникли костяные барабанчики. В каждом мышечном сегменте. Эти костяные барабанчики называются позвонками. То есть на слове Порда строится в эмбриогенезе позвоночный слух. Позвоночник. А возрастное состояние у наземных позвоночных он не остается. Задача пояса, во-первых, прибегить конечность к осевому скелету. И вторая задачка есть у пояса. Не менее важная. Прошу. Двигать конечность себя. А для того, чтобы двигать, вот я подниму голову, да? Мышца, поднимающая руку. Понятно, что одним концом она присоединена к плечевой кости. А второй конец это мышца. К позвоночнику. Какая у вас интересная анатольная. То есть у вас какая-то мышца идет к плечевой кости, к позвоночнику. А вы никогда не прощупывали спину друг у друга или у себя у самого, если хоть одна мышца, идущая в это направление. А более того, если она от плечевой кости идет к позвоночнику, она же должна вот здесь образовывать перепонку. Если вы поднимете руку, у вас какая-то перепонка здесь есть? Как-то слабовано получается. От плечей. От плечей. А плечи это что такое? Господа, будет вам известно, что бытовое название плечо у нас относится вот к этой части тела, да? А в биологии, в медицине плечо он считается совершенно другая часть тела. От плечевого встава до локтевого. Вот этот участок руки, это и есть настоящее плечо. Кость, проходящий сквозь этот участок, называется плечевая. Классно. Так вот, один конец мышцы прикрепили к плечевой кости, а второй вот конец вот такой накрепили. Он что, повиснет в лужу? Лопатки. Разумеется. Лопатка у вас прошла вдоль спиной стороны тела, и вместе с плечицей, зона контакта лопатки и плечицы, образовались захват для плечевой кости. Вот именно сюда и будет прикрепляться мышца, которая вот так вот двигает руку. Хорошо, вот так вот и может свистеть? Может. А эти мышцы как подведены? Сводящие руку. Понятно, что опять-таки плечевой кости, а от никуда, к ключицам и к грудине, вот сюда. В центральной вставке скелета. Если бы не было лопатки, ключицы, грудины, могли бы вы двигать руками? Нет. Да нет. У вас просто была бы нулевая подвижность плечевого встава. Ровно то же самое с ногами. Поднять коленку. Вот вы стоите, у вас задача поднять коленку. Ясно, что один конец мышцы должен крепиться к бедренной кости, а второй к чему крепить кости? Ну, какие те? К тазу. А тазом называется как раз пояс задней конечности. Итак, пояса конечностей нужны, во-первых, чтобы прикрепить сами конечности к сенским, а во-вторых, чтобы обеспечить площадь крепления мускулатуры. Это эти конечности. Так что без этого конечности терять смысл. Пораза, что кирпеи. Но вот это вот мышцы, ведущие от пояса, самой конечности есть, иначе плотник был бы непотребленным. То есть эти мышцы оставим. Но возникла возможность ставить новенькие мышцы. Можно ставить мышцы вот здесь, на одну систему. Можно ставить мышцы вот здесь, на эту систему. Вот в эту систему. Вот так. Можно ставить мышцы вот здесь. А теперь давайте посмотрим, что в этом случае произойдет. Допустим, вот в этом состоянии, стаж номер один, сократились вот эти, а эти остались расслаблены. Смотрите, вот первая база, да. Теперь эти мышцы сократились. Смотрим, как изменило положение вот эта пара базы. Почему? Вот сюда, стены, муман. А эти расслабленные мышцы, они не сокращались. Теперь. А с этой стороны сократились, наверное, вот эти. Кто понимает, как третий сектор, какое положение в пространстве, понятно, а третий сектор, как в пространстве. Почему? А его вот здесь, и нужно. А с этой стороны все расслаблены. Вы результаты. Хорошо, а если участвовать сокращение, поменять места. Что будет с таким лодненьким? А вы понимаете, что начинается? А вот что начинается. Мы получили складную рычажную конечность, которая состоит из нескольких связанных между собой участок. Раз участок. Главное, три участка. Вот этот принцип возникает очень рано. Еще вдоволь. Да? И, в общем-то, все опорные игры, здесь, естественно, дальше будут, в основном, работать с вот этой частью. С бывшим самим плотником. И вот здесь очень интересные варианты возникают. В конечном итоге подтверждают тот вариант, который у нас с вами. Рисую. Сейчас будем разбираться. С тем, что здесь, чем является. Вот эта часть конечности. Понятно, что сохранение ровно вот этого принципа. Абсолютно ничего нового. Обратите внимание, что происходит с количеством телевизионных элементов после каждого состава? Увеличилось. Насколько увеличилось? 1. Плюс 1. Ну, смотрите. В первом участке один скелетный элемент. В втором участке после первого состава сколько? 2. В третьем участке? 3. В четвертом. 4. В принципе, очень простой. А вот дальше начинается та часть конечности, с которой эволюция достаточно много работала. В конечном итоге, видимо, вот какая конструкция. Общая конструкция. Самая самая общая конструкция называется архитект. Это и рука облегка, это и нога человека, это и лапа тигра, это нога в лошади, это крыло орла, это ласта кита. Любой вариант конечности позвоночного существа имеет вот этот план. Вот сейчас мы с этим планом разберемся. Дело в том, что у него есть несколько достаточно хитрых свойств, которые не сразу приходят в голову. Значит, итак, общий принцип понятен. Бог до последнего пунктира, вот до этого пунктира, срабатывает очень простая правила. Очень простая правила. После каждой составной площадки у вас прибавляется новенький один скелетный элемент. Один, два, три, четыре, пять. Дальше, а вот дальше у вас ничего не меняется, дальше все сложнее. Дальше пунктира оказывается сложнее. Вот давайте пока сначала разберемся. Ну и сначала вот эти три принципиальные участки, которые возникли от них, не как у людей. Девы, это рука. А, кстати, вообще вы понимаете, что у нас с вами, у людей, руки это верхняя конечность, а ноги это нижняя конечность. А вообще это грамотная, как называется? Как передняя и задняя. Мы с вами величайшие, достаточное идиотское исключение из общей конструкции, за которое расплачиваемся очень здорово. Ну, просто не только не специалисты биологи, но даже многие медики не очень задумываются, откуда некоторое состояние для человека характерное. А вообще-то ни у кого, кроме людей, их не бывает. Ну, допустим, ни один нормальный татараполт, то есть ни одно наземное позвоночное, никаких проблем с родами не имеет. Никаких родовых мук, никаких травм новорожденности, никаких внутриутробных травм, просто не бывает. Рождение детенышей – один из биологически самых ответственных моментов. И уж о чем эволюция всегда заботится, в первую очередь, это о том, что процесс размножения шел без заминок. Если возникают какие-то заминки, что в ходе естественного отбора с такой неудачной формой произойдет? Ну, просто если детеныши плохо выживают, они не выживут. А если они не выжили, то такая неудачная конструкция будет и верит на следующее поколение. А кто ее передаживает? Телепатический передаж. Передают-то ведь только при обудотворении программы, да, для того, чтобы развивалось следующее поколение. Иначе передать нельзя. В результате, если какие-то проблемы с размножением у биологической формы, то эта форма просто кратчайшая с палеологической точки зрения время, такая форма просто вымирает. У нас вымирание не произошло. Дело в том, что переход к бумагности – это равновесное эволюционное событие. Он имеет ряд очень серьезных плюсов и ряд очень серьезных минусов. И вот оказалось, что те плюсы, которые получает организм при двуногости, уравновешивают те отрицательные черты, которые та же самая двуногость нам дает. Поэтому не вымирают. Поэтому все-таки остаемся. Но вот медицинские минусы никуда к этому не деваются. Они так и остаются. Минусов этих огромное количество – это высокая уязвимость кровеносной системы. У нас возникают очень заметные проблемы с первоспределением артериального давления. Это не высокая уязвимость опорно-двигательного аппарата, прежде всего самого позвоночника. Но не должен он вертикально стоять. Это не его позиция. Возникает ряд очень серьезных проблем. Такая штука, как искривление позвоночника, сколиоз. Нормального звенья в принципе невозможно. А дело в том, что сколиоз будет сопровождаться рядом очень нехороших изменений в регуляции внутренних органов. Ну что здесь в слово выходить? Ну родовые проблемы, я первый уже сказал. Что даже наличие звуков мудрости, и то это следствие перехода к нашему плановому картину. Так что здесь мы получили достаточно серьезный расплату за те плюсы. Но плюсы перевесили. При этом человека выжили к такой конструкции. Правда, давайте подумаем с вами. Как по-вашему, произошла у нас с вами полная отработка двуногой схемы? То есть у нас с вами хорошая двуногость? У нас с вами очень хватает двуногости. Это очень легко проверить. Потому что есть существа с действительно хорошей двуногостью. Всходящей двуногой походкой птицы. Просто птицы. Это один из вариантов динозавров, у которых переход в двуногости произошел около 150 миллионов лет назад. А у наших предков только 5 миллионов лет назад. Разница есть? 30 раз. А птицы, посмотрите, к чему они приводят. В какой позе отдыхает сапра? В какой позе? Поза, опыт, нога, цапры, фламинга. Стоя на одной ноге. Я не прошу вас постоять на одной ноге. Да? Это по-любому для нас с вами далеко не самая обычная ситуация. Но попробуйте дома сделать простую вещь. Вещь вроде бы элементарная. Но если вы честно будете выполнять инструкцию, вы с этим не справитесь. Вот просто встаньте, положите перед собой часы. И совсем неподвижно, здесь важно, именно выполнение правил, совсем неподвижно. Постойте 10 минут. И вы это не сможете сделать. Вам необходимо переминаться с ноги на ногу. Вам необходимо немножко двигать право. Если вы стоите действительно неподвижно, вы просто упадете, не простояв 10 минут. Итак, вертикальная статическая позиция наше тело просто не выдерживает. Уж какой там отдых в вертикальном положении стоит? Обязательно даже мечтать не можем. У нас причин. Во-первых, наша венозная система не приспособлена к вашему роду крови на высоту столба, без движения. Обязательно должны работать скелетными мышцами. Поэтому отдыхать мы можем с вами, только лежа. По какой причине лежа? Когда человек лежит, нужно ли, ящик все в ногах, поднимать к сердцу? Или ноги и сердце на одном уровне? На одном уровне. Не надо дополнительное давление, чтобы кровь от всех органов тела возвращалась к сердцу. Теперь, когда вы встали, на какой высоте над пяткой находится ваше сердце? Ну, у вас пятка там, сердце здесь. Хорошо, ну, допустим, просто метр. Скажите, пожалуйста, вода сама по себе когда-нибудь вверх пойдет? Нет. Необходимо обеспечить некоторый уровень избыточного давления, чтобы вода поднялась на метр вверх. Теперь давайте с вами, может быть, кто-нибудь знает, чему равно атмосферное давление? Одна атмосфера, прошу вас. Ну, пример. 650 миллиметров. Знаете, ну, вы считаете, 750 миллиметров. Ясно, что... А миллиметр чего? Что просто? Подознан, залба, ураль. Старые способы измерения давления. А теперь скажите, пожалуйста, жидкостью крови является ртутик или какая-нибудь другая жидкость? Практически вода. Вода. Так, что жидкость крови – это вода. Скажите, пожалуйста, а если я погружаюсь в волну, то на какой глубине возникает дополнительное давление в одну атмосферу? 10 метров. 10 метров. Итак, 760 миллиметров водяного столба равны 10 метрам, то есть 1000 сантиметров или 10 тысячи миллиметров водяного столба. Это и понятно. Ртуть во много раз тяжелее воды. Поэтому даже небольшой столбик ртути дает с очень большой силой. Для воды нужен 10-метровый столбик, чтобы она дарилась такой силой. А дальше? А дальше наша задача. Дальше задача – поднять кровь, то есть жидкость на основе воды, на высоту 1 метр. Вопрос. Какое дополнительное давление должно быть в трубе, чтобы по этой трубе кровь поднялась на 1 метр? Да не чудовищно для вас цифру не тащит? Вопрос. Вопрос. Только не в сторону. Вы знаете, с нормами. Итак, 10 метров 10 метров это 1 атмосфера. Вам надо поднимать не на 10 метров, в том, на 1 метр. Дорога. Одна десятая атмосферы, то есть на самом деле надо иметь избыточные 7-6 миллиметров клубного столбика, для того, чтобы кровь поднялась от пятки к сердцу. Теперь, кто знает, какое нормальное давление у здорового взрослого человека? Это уже как-то медицинское, но я думаю, хотя бы некоторые имеют представление. 120 на 7. Совершенно верно. Это избыточное давление, которое можно засечь во рту. Хорошо, а ты элементарнейший график. Точнее, не график, а диаграмм. Вот то есть давление. А вот по этой области расположен, раскишен дорожку, которая должна пройти кровь в теле, в рамках своего круга кровообращения. В сосуды, в которые кровь выбрасывает сердце, называется артерия. Кровь выбрасывала, сердце выбрасывало кровь в артерии. Артерии разнесли кровь ко всем органам тела. В органах тела артерии разветвились на капилляры. Сквозь стенки капилляров из крови к клеткам тела пошел кислород, питательные вещества, гормоны и все прочее. В этом же месте кровь приняла отходы. А после этого капилляры слились. И какие сосуды образовали? Вены. Все вены собрались вместе, куда? А в сердце? В сердце. Вот он, круг кровообращения замкнулся. Мы взяли, просто его специально развернули. А теперь давайте подумаем. Главное, попробуем прикинуть, как должна выглядеть диаграмма давления, изменения давления кровя по полу круга. Во-первых, в какой точке круга самое высокое давление? Веноскоп. Откуда вообще давление берется в кровеносных сосудах? Кто его создает? Сердце. Сердце. Где давление самое высокое? Сердце. В какой точке артерии? В артерии с началом есть конец. В начале артерии, разумеется. Для любого потока, неважно, поток жидкости или газа, срабатывает правило, которое мы с вами называли еще на первом занятии. Поток жидкости и газа всегда в полу куда направлен? Диффузия. Фигня, это разные вещи. Диффузия за счет молекулярного движения, за счет температурного движения молекулы. Потоки вызваны совершенно другими силами. Итак, поток жидкости и газа, поток воды, куда всегда направлен? Вниз. Вниз. В фонтане, допустим. В фонтане вода идет вниз. Я на что зарабатываю? А больше давление точек с меньшей давлением? Самый грамотный ответ. Не через одну, а через две точки. Значит, поток заставляет двигаться не давление, а разность давлений. Если этой разности нет, и здесь давление большое, и здесь давление большое. У вас хоть какой-нибудь поток будет или нет? Никакого потока, все остается ставить на месте. Значит, да и ветер ровно так же образуется. Абсолютно не важно, что это жидкость, газ. Если подвижная среда, всегда будет движение из области высокого давления в область низкого. Классно. А теперь давайте думаем. Вот сердце создало давление. Ну и дальше кровь, педя по этим засудам, будет сохранять от давления, и давление будет меняться. А на то, что там снизу. Да, теперь внимание, сначала подумайте, если будет решение, поднимайте руку. Ответить могут половина, во всяком случае, а может быть, даже и младшие некоторые смогут. Вопрос на такое сложный. На самом деле, знаете, а почему давление начинает падать? Вот кровь движется по кровеносной системе. Почему чем дальше, тем меньше давление будет? Давление снижается. А почему давление снижается? Потому что вот одна большая давление, а там, то есть, у них больше и меньше сосудов снижается, а в ней не расстанавливается. И вы считаете, что чем меньше сосудов, тем меньше давление будет? Как связан объем и давление в замкнутой системе? Вы берете замкнутую систему и начинаете ее сжимать. Уменьшаете аромат. На меньшей глубине есть, а в меньшей давлении есть, а в меньшей давлении ожидается. Неудачная попытка. Прошу, пожалуйста. Чем дальше от источника состоится в следующем давлении? Это абсолютно право вопрос к другому. С какого перепугу давление падает? Какая сила, известная вам сила, препятствует сохранению давления? Потому что давление, как раз, нужно для преодоления этой силы. Я уж вам почти все сказал, осталось назвать силой. Сила трения. Кровь трется о стенке сосудов. Поэтому, если у вас есть два разных участка коридора. Вот один участок коридора, здесь вроде, а вот второй участок, здесь коридор распался на огромное количество маленьких коридорчиков. Общая ширина, если сравнить, абсолютно одинаковая. Но вопрос, где трения выше? В системе 1 или в системе 2? В системе 2. Площадь стенок вам много-много раз выше. Поэтому, что будет с давлением в кровеносной системе? Значит, самое высокое давление на полную артерию. Дальше оно возрастать может или может только падать? Только падает. У вас же дальше насоса нет. Пока поток не вернулся в сердце, никакого насоса не работает. Давление может только падать. Но где? Площадь стенок больше. Площадь всех артерий, площадь стенок всех артерий. Или площадь стенок всех котеля. Какие стены? Площадь стенок. Примерно в тысячу раз больше площадь стенок всех котеля. Поэтому, здесь давление падает, но не очень сильно. Здесь давление падает очень сильно. И в венах давление будет падать не очень сильно. По какой причине? Площадь стенок в вен примерно такая же, как площадь стенок котеля. Самое сильное падение давления в котеля. А теперь смотрим. Как видно было указано. Верхнее давление у здоровья человека 120 мм. Тротурного столба. А ну, теперь давайте смотрим. Вот они сосуды возврата в венах. Скажите, пожалуйста, ну, если что к концу в вен давление вообще упадет так низко. Нулемой по оси давления считается давление на улице. Внешнее давление. Ну, давайте примерно прикинем. Если это 120 мм, то вот это примерно сколько миллиметров? Я не прошу, то есть примерно 40, то есть это треть вот от этого расстояния. Вот у вас отрезок 120 единиц. Потреб, сколько единиц вот этого отрезка? 20. Это как? Ну, 20. Ну, хорошо, не буду жальничать, пускай 30. Так, ну, с тем... Нет, ну, 30 никак не получается. 20. Ну, 25. Ну, давайте, на краше вида. Если у нас здесь 120 мм, тут у нас вставка, то вот здесь, в начале лет, максимум, который можно ждать, 25, ну, пускай, ладно, соглашусь с вами, 30. Классно. Классно. А для того, чтобы вы сядки кровь поднялась к сердцу, какое дополнительное давление нужно? Выше 6. А у нас число написано. Мы же решили просто. Сердце выше пятки на 1 метр. Чтобы поднять жидкость на 1 метр, какое дополнительное давление надо развить? Выше 6. 76 миллиметров ртутного столба. А сколько мы имеем? 20. А имеем мы в лучшем случае 30 миллиметров. Вопрос. Кровь сама, безоставная, вернется в сердце? Нет. Не, не вернется. Вернется в сердце уже, да. Поэтому при нашей с вами компонуточке возникает очень нехорошая проблема. Проблема генозного возврата в сердце. Так, причем проблема возвращения из конца лапы будет нормального четвероногого зверя. Значит, ну у нас-то мы с вами вертикально встали, а вот вы сейчас сидите, так? Скажите, пожалуйста, а сердце на какой высоте над вашей полкой? Примерно. 40 или 60 сантиметров. Такая длинная спина вся, понятно, что полметра. Сердце выше, чем сиденье стула на полметра. А это значит, для того, чтобы из малого таза, от органов малого таза, а здесь у нас что? А здесь у нас вся половая система. Здесь у нас мучой пузырь, здесь у нас прямая кишка и рамус. Да? Ну, прямо скажем, не самое пустяшное и неважное орган. Да? Сколько, какое давление надо обеспечить, чтобы кровь от этой системы вернул в сердце? 32. Вот мне 32. Вот на фиг. 38. Разница принципиальная. Скажите, а какой бы ты ни было верно? 38 миллиметров бывает? Нет. Мало того, что у нас из ноги кровь не возвращается. У нас с вами при том новости кровь не вернется из нижнего сердца роду, а вот у какого-нибудь нормального четверонного зверя. Вот эта проблема существует или нет? Нет. Да нет. Позвоночник лежит пересонтально. И вся половая система, вся пищеварилка, все почки и так далее, просто в одной плоскости сердца. Никакого дополнительного давления и щита нет. И в связи с этим возникает, знаете, какая профессиональная болезнь у менеджеров, программистов, ландшафтных дизайнеров, у людей современных профессий. Они очень не любят об этой профессиональной болезни говорить. И вообще она считается смешной. Смешной она считается ровно до тех пор, пока она не возникает у самого человека. Когда она возникает, становится не до смеха. Да. Не помню, как болезнь называется, но это когда взрослый клапан на ломаре. Нет, все прочее. Называется это болезнь геморрой. Геморрой это не заболевание кишечника. От нюки. Дело в том, что на выходе кишечника на улице, в районе амуса, внутри кишки, там медников, там слизистая оболочка. Прочность у нее, конечно, не такая высокая, как у кожи. А теперь смотрим, если человек ведет новый подвижный образ жизни. У него возврат из малого таза идет нормальный или нет? Нет. Ненормально кровь застаивается. В застоявшейся крови кислород обновляется? Нет. Отработанные вещества оттуда уходят или нет? Нет. Нет. Что начинается с тканями в нижней стенке малого таза? Да. Некроз, они просто мирно умирают. Поэтому, в каком месте, это не будет с улицы видно, а в каком месте будет с улицы видно. В том месте, где находится прочная кожа, и тем более дальше там скелет таза, вы, конечно, ничего не увидите, что у вас там с внутренними органами. А в том месте, где кишка вышла на поверхность тела, да, там некроз виден. Пошел некроз. В результате, геморройд заболевания какой системы? Кровенозный. Кровенозный. И лечится он не пережиганием геморройдальных шишек, не лазерной терапии. Ну, то есть, саму геморройдальную шишку вы лазерной терапии снять можете. Но через год что вы посмотрите? А ровно такая же новая хорошая. Вы причин заболевания геморроза. А причина заболевания в том, что у вас недостаточная геморрозная циркуляция. Как лечится? Лечится очень просто. Наше с вами тело, тело двуногого примата, рассчитано на то, чтобы мы ежесуточно, может, проходили 15 километров. Обратите внимание, не на автомобиле, не в лифте, а своими ногами. При сокращении мышц задней конечности, мускулатуры, таза, брюшного пояса, ягодичных мышц, так далее, да, происходит обжимание вен. В рабочем состоянии диаметр мышц увеличивается. И смотрим, что получается. Вот у вас мышцы держатные. Много-много мышц. Когда они поочередно сокращаются, диаметр в угол увеличивается. А между ними идет вена. Голова у нас вон там вверх. А внутри каждой вены стоят карманчиковые клапаны. Карманчиковые клапаны это простейшее приспособление, которое позволяет крови двигаться только в одну сторону. В данном случае, если кровь идет в эту сторону, клапан нормально пропускает поток, без всяких проблем. А если кровь пытается вернуться, то клапанное поток устанавливает. Работают они совершенно элементарно. Понимаете, какие карманы на одежде называются прорезными, а какие накладные? На джинсах спереди какие карманы? Прорезные на джинсах сзади. Накладной карман как делается? Берем баскутнотерия и пристрачиваем его с трех сторон к основу. С четвертой стороны пристрачиваем или нет? Нет. Нет, там будет холст кармана. Скажите, мой вот этот карман сверху войти можно? Да. Можно. А снизу? Нет. А снизу нет, сбоку? Нет. А теперь представим себе безумного портного, который пришил три накладные кармана внутри штанины. Не снаружи, а внутри штанины. И после этого с интересом надо сверху заглянуть. Что он увидел? Он увидел ту цену штамина. Да? И вот так вот пришиты его три накладные карманы. Теперь. Карманы эти открываются так же, как карман на джинсы. То есть войти со стороны пояса можно, а со стороны штанины нельзя. Классно. Теперь я беру эти джинсы и мой ассистент льет ведро воды сверху, со стороны пояса. Что делает вода? Сверху вода войти в карман может? Да. Может. Что произойдет? Вода попадает в карманы. Карманы что делают? Раздуваются. Карманы раздуваются. Причем, чем больше воды вьете, тем больше давление внутри кармана, и тем плотнее они прижимаются друг к другу. Вопрос. Можно ли в этом режиме взять и все ведро, вот так сквозь штамину пропустить? Нет. Вот это и есть карманчиковые плотны. В эту сторону движение потока они перекрыли. А теперь берем переворачиваю штамину. Я держу вот так за обшлаки. Так. Поясом вниз. И мой ассистент вьет новое бедро воды со стороны обшлабуха штамина. Ну то есть вон такой вот концерт. Скажите, пожалуйста, карманы помешают потоку воды или нет? Нет. Что он сделает с карманами, даже если они были раздернуты? Прижмет. То он поток прижмет к стенам эти карманы. В результате, как видите, простейшая система надежно перекрывает движение потока в одну сторону и абсолютно не мешает двигаться в другую сторону. Возвращаемся к проблеме генозной подкачки. Итак, вы идете. При движении у вас мышцы попеременно сокращаются? Да. Сокращаются. При сокращении сокращается длина. А что с диаметром? Увеличивается. А диаметр увеличивается. Классно. У вас увеличился диаметр вот этой и вот этой мышцы. Значит, давайте расстояние между клапанами и тем клапанными этажами. Вопрос. Что произойдет с объемом первого клапанного этажа? Вот первый клапанный этаж. Вот эта мышца сократилась, то есть увеличила диаметр. И вот эта мышца сократилась. Полшка устава. Что с объемом этой крови? Уменьшилось. Применьшение объема. Что с давлением? Давление возросло. Вопрос. Как повел себя клапан А и как повел себя клапан Б? Открылся. Какой? Оба? Ничего не поняли? Это клапан А закрылся, а клапан Б открылся. Хорошо. Это вы сделали первый акт шага. Вынос тела на точку опора. Дальше у вас идет второй акт шага. Полчок на бой. При толчке на бой эта мышца расслабится. Эта осталась сокращенной. И теперь сократилась еще и выше. Вопрос. Что у вас с давлением на втором платном этаже? Итак, теперь у нас сокращены вот это, вот эта пара сокращена. Их диаметры увеличились. Что с давлением на втором платном этаже? Да? Да. Вызрак. Хорошо. Итак, это был клапан А, этот Б, а этот С. Что сделает клапан Б, что сделает клапан С? Клапан А закрылся. Клапан Б закрылся. Клапан С открылся. Это понятно? Хорошо. А дальше? А дальше вы завершили отталкивание и стали переносить ногу вперед. При этом движении эта мышца расслабилась. Осталось сокращенное это и вот это. Вопрос. Что будет с давлением на третьем платном этаже? Клапан С закрылся, а клапан Д выше, чем Клапан С? Ну, А, Б, С, клапан Д, допустим, А, как кроется. Вопрос. При этом действии последовательного обжимания трубы удалилась функция крови, которая первоначально вот здесь находилась. Она поднимется, это клапан? Орел с удовольствием. В результате, если человек ведет моторно-активный образ жизни, то никакого застаивания крови у него просто не будет. Ходить для этого надо. Не на машине ездить, а ходить ногами. Да? И молодежник во всяком случае. Не на лифте, а ножками. На 12-й этаж ножками отличная зарядка. Очень полезная для сердечной сосредоточки. Ясно, что пожилым людям, особенно тем, у кого проблемы с сердцем, от него лучше удождение. А молодежник, по-моему. Это, подожди секунду. Итак, взаимосвязь нашей компоновки тела с самыми разными проблемами нашего организма, включая проблемы в кровеноске, самые разные системы заболеваний, связанные с проблемой кровеноски. Вот теперь, с того более-менее понятно, что берется. Как это все взаимосвязывается в один узел. Хорошо. Возвращаемся к схеме конечности. Смотрим. Знаем, что это. Если это рука, то есть передняя конечность на грамотном языке, как называется вот этот сектор, вот этот сектор и вот этот сектор. Всего три отдела. Вот эти три отдела. Еще на грудиках выделяются. В руке первый отдел будет называться плечо. Второй отдел – третье плечо. Третий отдел – суставы, соответственно, будут называться. Почти все названия, кроме вот этого, вы знаете. Этот сустав, естественно, плечевой. Можно не писать. Этот сустав, естественно, мультивой. Опять же, можно не писать. Название этого сустава – гучезатясный. Гучезатясный. Сложный сустав, благодаря которому у кисти намного больше свободы движения, чем у локтя или у плеча. Ну, плечо, правда, нет. Плечо физически слабо. Вообще на три четверти сферы работают. Самый свободный осень. Итак, славно сделали. Теперь самым сложным образом устроен, конечно, третий отдел. И в руке, и в ноге он у всех сложнее всего. Вот эти босточки, вот эти пятенки, да, которые у нормального тетрополта сшиты, связаны в едином утвере, образуют скелет ладошки вашей. Скелет вашей ладони. Вот у вас обмолчатясный статус, он двухстатный, семи костей. В первом этаже три, в втором, четыре кости. Да? Раньше вы получили скелет ладони. Называются эти кости пясные кости. И от окончания каждой пясной кости выходит в систему косточек. Это пальцы. Косточки, конечно, не называются пальцы. И если, да, таланты называются кости, чем отличаются, опять, тут часто, вот пясни. Дело в том, что пясные все вот так вот сшиты между собой. А пальцы вот так сшиты или сшиты? Внимание. Внимание. А ну подумайте, у каких детрофод пальцы тоже сшиты? У статусных. У статусных. Что такое тюление ласт или ласт кита? А это, на самом деле, ровно вот такая ладонь, только связи, дрожи и между пальцами. Поэтому получаем мы общую пластинку. У лягушки. У лягушки тоже на задних лапах. На передних у наших лягушек никаких перепонок нет. У лягушек на задних лапах перепонка есть. Но она не толстая. Отчетливо видно, что эта лопасть состоит все-таки из отдельных пальцев, а между ними перепонка. На ласте тюлени вы отдельные пальцы не увидите. Это действительно воспринимается как цельная пластина. Она просто толстая. Хорошо. Ну и теперь, по поводу руки, вот эта линия, образованная одной пяснью и дальше тем пальцем, который эта пясня отходит, называется луч. Вот это у вас общая схема строения любой лапы, любого крыла, любой ласты. Сколько лучевая конечность в архетипе? Сколько лучей вы считаете? Пять. У всех этих лучей есть свои номера. Если вы стоите нормально, у вас какой палец оказывается приближен к центральной плоскости темы? Большой. Большой. Он считается первым лучом. Итак, у большого пальца номер один. Вот он, первый луч. В отличие от всех остальных, смотрите, сколько паланг в первом луче. Две паланги, а у остальных пальцев три паланги. Вот общий план строения. Кстати, а какой номер луча у безымянного пальца? Думайте. Номер луча у безымянного пальца. Пять. Пять. Значит, четвертый конечность. Большой палец первый, указательный второй, средний палец третий, безымянный, четвертый, леденец, пятый. Вот на пятилочевая конечность. При всем указывающемся отличие руки от ноги, у ноги человечество ровно такая же схема строительная. Сейчас нарисуем, чтобы было вам понятнее, не в этой палец, а в этот бок взгляд. Ну, если одеться в хозяйство в мягком этапе, то получено вложено. Узнаваем? Узнаваем. Прошу прощения за некоторые изменения в масштабе. Находясь очень близко к доске, сложно сохранить пробок. Сложно на упражнение рисовать, стоя рядом с доской. Не эти схемы, что-то рисовать. Значит, ну давайте смотреть. Принцип-то, ровно тот же самый. Вот он первый отдел. Сколько костей? Одна. Одна. Отдел называется бедро, кость называется бедрная. Сустав как называется? Болевый сустав. Да? Дальше. Сколько костей у второго маяния? Две. Ну, как в Хегипе есть, ровно так же. Отдел называется голень, кость называется большая, малая корцовая. Дальше. А вот, смотрите, вот эта система из коробки косы. Ну-ка догадайтесь, сколько вы делаете? Три. Посмотреть на архитектуры. Пять. Семь. Конечно, семь. Три образуют первый слой, четыре образуют второй слой. Сбоку видны вот они, вот эти вот. Я заштрихал подразумеваю. Это самые крупные кости из этой тройки. Во-первых, здравующая кость, которая торчит назад от коленостопного сустава, от пяточной кости. Если бы ее не было, вы бы не смогли вставать на цисточке или отталкиваться с тобой при каждом шаге. Вот как идет мышца от пяточной кости, она в окно. Экраномная мультика, вот здесь крепится. Если она сокращилась, куда она тянет пятку? Вверх. А в результате, в окно сустава. Пятку тянем вверх. Передняя часть стопы что делает? Отталкивается от земли. Вы вставите на цисточке. Или отталкиваетесь. В конце кажется, у шага сработает. Если нет пятки, если кости, сделать такое движение просто нельзя. Кость, на которой падает весь вес вашего тела. Вот головка большой перцевая, опирается на косточку. Называется вот таранная кость. Сам этот участок называется предплюс. В кисти будет называться запястье, в ноге предплюс. Классно получено. Теперь догадайтесь, сквозь стопы сколько костей идет? Пять. В кисти они будут называться пястные кости, здесь они будут называться плюсовые кости. Посмотрите, у нас с вами плюсовые кости непрямые, вообще-то у всего зверя нормального они прямые. Но у нас они слегка сожжевидные зонтые. В чем дело? Ставь на две ноги, мы лишились нашего главного амортизатора. Главная система, которая позволяла гасить толчки и не травмировать ни мавку, особенно во время беременности, ни бочки. Значит, мы этой системой лишились. В результате сладенький, но амортизатор мушек. И вот наша сводчатая стопа, она тоже справляется с этой работой. Ну, хоть как-то, но амортизирует толчки. Значит, так вы видите, нога. Устроен принцип рома-дохонки. И опять же, в первом случае две полонки, во всех остальных три полонки. А вот теперь небольшая сюрприз, которую я вам обещал. Коленный сустав всегда сгибается в сторону головы. Локтевой сустав всегда сгибается в сторону хвоста. Проверяю, хвост у меня где должен быть. Правильно, копчиком. Вот здесь, это понятно? Значит, если анормальный зверь, у меня, ну, у тебя на четвереньках, что ли, допустим. Можно я не буду задавать, а на четвереньках, что ли, да? Значит, фантазия у вас по этому. Плечевая пояса позвоночника, ну, какой у вас образуется? Я четвероногий зверь. Не надо. Ну, в прямую углубая, понятно? То есть, на самом деле, в округе положение нормального, настоящего звенья. Это ясно, да? Сгибаю локоть. В какую сторону сгибается локтевой сустав? В сторону моего хвоста или в сторону головы? В сторону хвоста. В сторону хвоста. Классно. Понятно, что если я встаю на четырех ногах, то под каким кубом бедренная гость звоночек? Тоже на прямой углу. Ног я встал, да? Я сгибаю колено. Куда сгибается колено? В голове или в хвосту? В голове. Понятно, о чем это речь? А вы сейчас проверите. Теперь давайте подумаем. Вот и локоть. Вот и локоть и локоть. И куда ваше колено сгибается? В голове или к хвосту? В хвосту. Бывает ли колено, которое сгибается к хвосту? Никогда не попрошло. Локоть в ноге. Странно. Ну, у вас и она с вами. Вот это какой статус. Ну, так ими статус. Локоть в голове, так ими. Поздравляю. Классические школьные ошибки сделаны. Значит, на самом деле как? На самом деле вот как. Вообще, пыринные ножки есть когда-нибудь? Окрачка пыринные? Да. Так. Пыринный окрачок, вот он. Вот он. Вот здесь тазовые кости, поиск конечностей. Вот тазобедренный сустав. Вот бедренная кость идет. А дальше идут вот эти две кости. Как назвать вот этот сустав? Вот это и есть коленный сустав. А вот это что такое? А это пятка. Это какой сустав? Это коленостопный сустав. А у птиц дальше? А у птиц дальше взяли все плющневые кости, сразу же вместе, образовав единственную вот эту кость, которая будет называться церка. А дальше у вас кончилось, теперь плюс, наборные пальцы начинаются. А вот они и начинаются. Вот там птичья нога. Теперь смотрим кругом птицы. Вот плечевой сустав. Вот пошла плечевая кость. Следующий сустав пошло предплечье. Следующий сустав птичьи запястья пошла совершенно безумная птичья кисть. Значит, у птиц все кости запястья срослись вместе, образовав едино-допухос, что это в середине. Прешка называется. И первые, и пятые лучи редуцировались. Осталось только три штуки. Второй, третий, четвертый. Разположены они вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот она кисть птицы. На самом деле, система ровно такая же, потому что вот они два пальчика убрают. Ну, уменьшили размер, сами кусочки. В результате, где лопать? А вот он лопать. А это просто. Будет заказ. Вы знаете, ну, хорошо, где птица, а где мемникопитающая? Глаза, белый, лепустая. Если бы я по-настоящему для вас нарисовал медведи, вы в нем разбирались до следующего дня. Столько времени у нас нет. Поэтому свещество, которое мы знаем за душе, мы видим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, а так далее... Вопрос, какой заседает? Коленно. Коленно на передней конечности. Это классно. У вас на руках много корректно? Конечно, очень запястье. Потому что локоть где, а локоть вот. Вот крючевой сустав, вот плечо. Вот локтевой сустав, вот предплечье. Вот это кости запястья, а вот это пястные кости, о которых у всех лошадей, как следует, развивается только третья луч. А у остальных остаются две маленькие косточки, которые снаружи вообще берут локоть. В результате на этот третий луч опирается третий палец, у которого безумно расширена последняя паланка. Но это неудивительно. Представьте себе, что вы собираетесь ходить, причем по каменистовому грунту и так далее, опираясь только вот так, на кончик единственного пальца. Ну и скажите, что у вас будет с этим кончиком? Да вы за первые десять секунд этот кончик разобьете. Поэтому в ходе эволюции, при таком способе движения, вокруг окопной паланки формируется мощный защитный кутляр, который как называется? Копы. Это и есть копы. Познаем, что надо. Да, ну и соответственно. Итак, вот это, я знаю, вот это какой сустав? Ну, у мошенников все эти суставы имеют свои особые названия, скакательные, плутные и так далее. Ну а с точки зрения нормальной анатомии позвоночника, стрелочки, к какому суставу задние ноги подведена? Ребята, колено от головы к хвосту ни у кого никогда не сгибается. А этот сустав сгибается к голове или от головы? К хвосту сгибается. Что у сустава? До коленостол, пятка это. У собаки ровно так же. Где будет пятка? А пятка будет вот так же приподняться. Так? У собаки, у кошки. Конструкция лапы примерно такая же. Разница в чем? У собак и у кошек не рефуцировались все остальные предплюсневые и запяшные. По этому количество опорных паучей больше. У не пар на копытных осталось всего один. У собак и у кошек четыре. Четыре опорных пауча. Вопрос, значит ли, если что у собаки четыре пальца на лапе? Нет. Нет, есть пятый, а где он? А главная женщина, да. Смотрите на самом деле, пятка-то где? А пятка вот эта. Вот он голеностопный состав, колено вот, вот это голеностоп. Значит, просто первым очень страшно короче, он вот такой. Но у него есть свой опыт. Обычный пальчик поджарен. Вопрос, зачем собакам нужен вот этот палец, когда они очевидно на него не отбираются. Отбираются они на четыре пальца, которые дошли в голову туда, до плоскости стопы. А вы никогда не видели, как будет тормозить разогнавшаяся изо всех сил собака? Что она делает для того, чтобы быстро и качественно сбросить скорость? А она садится назад. Резко, а садится назад. Почему? А дело в том, что в этом случае она сильнее будет прижиматься не только этим, но и вот этим. Пятка тоже. И какую роль будет играть вот этот копоть? А это тормозный ягод. Который позволяет резко маневлировать и менять направление при беге. Скажите, кому это приспособление в выгоднее более необходимое? Кошкам или собакам? Собакам. Собакам, беговые преследователи. А кошки это засадники. За исключением гепарда, кошка не рассчитана на длинный маневрный век. У неё такая стратегия. Олег. Ты совершенно не рассчитан на длинный век. Да, он тоже засадники. Короткий период. Абсолютно все кошки засадники. Хорошо. Вот так мы немножко с вами поразобрались с конечностями.